«Ты опять за свое, Верка! Я там одна на огороде горячусь, а они тут чьи распивают!» Зашла в калитку Люда. Толя и Маша виновата выскользнули из-за стола и нерешительно подошли к матери. «Марш домой!» — скомандовала Люда. И они выбежали на улицу. «А тебя последний раз предупреждаю. Будешь моих детей привечать, худо тебе будет, поняла?» С угрозой посмотрела она на Веру. «Надо было своих заводить, не пришлось бы одной куковать. Или ты Степана забыть не можешь. Так мой он, мой!» И захохотала. Вера закрыла пылающее лицо руками. Как у Люды так получается? Двумя словами и прямо в цель. Хотя в одном она ошибалась. Детей она любила не за то, что они Степана, а за то, что были одинокие и нелюбимые при живых матери и отце. Да и Людка никогда и не скрывала, что родила, потому что хотела за Степана выйти. Но радости от этого брака не было никому, ни ей, ни детям. За калиткой раздалась разухабистая песня. Степан шел домой. Вера поспешно отошла за яблоню и из-за ветвей смотрела на любимого мужчину. А он, никого не замечая, шел неровной походкой, покачиваясь по сторонам. «Бедный ты мой, бедный!» Слух пожалела его Вера. «Что же ты с собой делаешь?» И медленно стала убирать со стола. Дети даже не успели пирог доесть. Люда пришла. Вера тяжело опустилась на скамью и задумалась. А ведь когда-то она считала себя самой счастливой на свете. Ее Степа вернулся из армии, и они вовсю готовились к свадьбе. Целых два года она его ждала, писала письма, вела себя как верная невеста. И вот ей награда – завтра свадьба. Стало время, когда занаряженной невестой должен приехать жених с дружками. Но часы отстукивали минуты, а Степана все не было. «Не придет, передумал!» Стали шептаться гости. Вера еле сдерживала слезы, но верила, что ее Степу что-то задержало. И тут, запыхавшись, в дом забежала Тонька, первая деревенская сплетница. «Не придет ваш Степан! Не ждите!» Запыхавшись, выпалила она и жадно выпила ковш воды. «Чего это?» – спросила Верина мама. «И еще скажи, что передумал!» Тонька победно оглядела всех. «Ну, не знаю! Так к нему невеста приехала из города, где служил, и не одна, а с пузом!» Вера побледнела, а мама испуганно подошла к ней. «Ну, ну, доченька, может, это ошибка? Тоньке соврать недорого взять!» Тонька возмутилась. «Да я никогда не вру! Всегда только правду!» Мама отмахнулась. «Молчи, сорока! Иди куда шла!» Гости, переговариваясь, полголоса стали расходиться. И тут Вера очнулась, посмотрела на всех очумелым взглядом и выбежала на улицу. Перед домом Степана стояла галдящая толпа. Но она резко замолчала и невольно уступила ей дорогу. Вера медленно переступила порог дома Степана и застыла в дверях. На лавке у печки сидел нарядный Степан и держался руками за голову, а за столом заплаканная мать и суровый отец. Но главным персонажем была миловидная девушка с уже заметным животиком. Она что-то весело тараторила и замолчала, когда увидела Веру в свадебном платье. «Как раз нам и невесты не доставало!» – ехидно сказала девушка. Степан скинул голову и резко скачил. «Вера, я не знал, честно!» Гостя захохотала. «Конечно, не знал, ведь, по его словам, детей к капусте находят. А ты, невестушка, не сомневайся, его это ребенок, его! Ведь он всю службу, все увольнительные со мной проводил, а уехал и даже не попрощался. Но я не гордая, сама приехала. И надо же, как угадала, прямо на праздник!» Вера посмотрела на виноватое лицо Степана и выбежала вон. Уже дома она дала волю слезам. «За что, мама? Почему?» – шептала она. А мама обнимала ее и сама плакала. «Успокойся, доченька, не рви сердечко, всякое в жизни случается!» Вера вздрогнула и очнулась от воспоминаний. На улице уже стемнело и похолодало. Она поежилась и медленно пошла в дом. Это была первая боль. Потом было еще хуже. Сначала у Степана родились двойняшки, а потом у нее слегла мама. А после долгих лет болезни тихо отошла во сне. Вера окончательно замкнулась к себе. Двойняшек она видела часто, но издалека. Но в один из вечеров услышала в саду шум. Вышла и увидела, как мальчик, сидя наверху яблони, кидал сверху сестре незрелые плоды. «Это кто тут хулиганит?» – негромко спросила она. От неожиданности мальчик сорвался с дерева и громко заревел. Вера испугалась. Она подумала, что он сильно ушибся. Но оказалось, что он порвал брюки и боялся, что увидит мать. Вера его успокоила, и пока они уплетали пироги с капустой, быстренько починила брюки. На прощание она им сунула пакет с пирогами и конфетами. Они повеселевшие побежали домой. А утром разразился скандал. «Забирай свои подачки!» – кричала Люда, кидая в нее пакет. «Зачем ты так? Я просто угостила детей. Что в этом плохого?» – попробовала возразить Вера. «Решила через них показать Степану, какая ты хорошая!» – зашипела та. «Не выйдет! Я своего не отдам!» Но дети все равно бегали к Вере. Тайком, украдкой. А у Веры не хватало духа их прогнать. Из рассказов детей она знала, что Люда их обижает, а отец внимания не обращает. А у тети Веры им нравилось. Тихо, никто не кричит, не ругается. Однажды Маша прошептала ей на ухо. «А можно мы у тебя жить будем?» У Веры от слез защипала глаза. Но она мягко попыталась объяснить, что им с родителями лучше будет. А потом Степана не стало. Замерз за деревней. Зачем он вообще туда пошел, так и осталось загадкой. Люда еще раз в пять пыталась наладить личную жизнь, но все зря. А Толя и Маша все чаще ночевали у Веры. Люда поначалу еще ходила ругаться, но со временем все реже, а потом вообще перестала. Ведь Вера развязывала ей руки без помех встречаться с мужчинами. Так двойняшки все детство и юность провели в небольшом домике Веры. «Мама Вера, ты где? Мы приехали!» Громко закричали от калитки. Седая старушка вышла на крыльцо и ахнула. «Детки мои приехали!» И раскинула руки. А навстречу к ней бежали внуки. Не по крови, а по сердцу. Ведь не бывает чужих детей. Бывают нелюбимые, которым нужно тепло. «Детки мои внуки» Продолжение следует...